Добрый день. Привет, все, рад вас видеть, Бегнадий. Очень рад вас видеть. Слава Христу. Слава Христу. Какие проблемы у вас там? Я так что-то вкратце. Какие? А про что? Что, я не мог выйти-то? Не, вы там писали письмо, что-то там насчет этого. А, тут один раньше были события такие, один священник. Ну, вы зайдете в мой мир, если там увидите. Вначале он бунтовал, просто заочно. И всякие там пакости делал, меня заблокировали. А потом он как-то встряхнулся, наверное, и хорошие были у нас отношения, записи. А тут я уехал, из поездки приезжаюсь, он один из лютых врагов сделался. Опять. С моей стороны вообще ничего не было. Ну и ролики теперь, а его ролики-то остались, и мы беседовали-то, хорошие беседы-то. А ему какой-то то ли должность пообещали в церкви, они все одинаково ведут себя. Теперь ему надо отмазаться от меня, а эти ролики его компрометируют, ему надо очиститься. Иначе ему не видать. Я так догадываюсь, какая причина-то, знаю, что ему там что-то обещали. Я ролики, да забыл даже где они. Он их находит и жалуется в Ютуб, а там принимаю какие меры. Вот вам 48 часов, вы должны рассмотреть. У него претензии. А какие претензии-то мы согласны все. Я тогда ролики убираю и перекачиваю на мой мир. А он и здесь залез. Ему надо теперь-то лгать, что ну как-то он не хотел этот ролик. А беседуем мирные беседы такие. О деле он помогал, как ехать там, как нам в Великобританию визу открыть. Ну то все видно, о церковных делах беседуем. Ну и вот такие события. Это я выставил и сделал другое название. Как хорошо быть братьям вместе. Вот такие из Писания. А его-то это задевает, тем больше. А я молюсь и молюсь о них. Вот какие события-то. Ну да, понятно. То есть это похоже, что он, как ее, подал-то, как сказать, что... Ну да, ну да, он. Допустим, у меня ВКонтакте никого нету. Но люди, которые модераторы, сделали для меня страницу. И вот ВКонтакте люди приходят, задают, но меня там нету. Там администраторы и модераторы работают. Они ответы, вопросы берут, ставят на наш форум. Я отвечаю, они перекидывают туда. Ну и там сотни людей, прям очень много. Он это дело своим. Он знает все по интернету. И, допустим, говорит пять человек. Вы нажмите, что он плохо делает или виноват. Они пятеро нажимают, меня блокируют. У меня закрыта неделю. Я через неделю только вошел. Он опять им пятерым, видимо, даст сигнал. Они нажмут, меня опять нету. Это пакость, просто великая пакость. Ну, это манера людей, тех, которые мы знаем с вами. Но не будем вслух говорить. Да. Дело в том, что я ввел занятия, это Алтайский государственный технический университет. Ну, ввиду занятия там, кажется, тогда пятнадцатый год был. Ну, это что-то значит. Я в разных университетах вел занятия-то. А что-то не ладится. Им. У них-то ничего нету этих, которые патриарши-то. И вот они делают что? Пишут бумагу. Посылают секретаря, гончаров. Он приходит, дает ректору, чтобы мне отказали в аренды помещения. А проректор приходит на занятия к нам. Семкин Борис Васильевич и говорит так и так. Вот так нехорошая известь. Скажи, а зачем они это делают? Если им нужна аудитория, мы дадим. У нас аудитория свободная. Это огромные корпуса. Там в университет 21 тысяча студентов. Но я дождался ректора. Это проректора. А ректор Владимир Васильевич, там очень большой человек. Он был в Москве, приехал. Я думаю, я к нему зайду и попрошу, чтобы мне копию сделать. Что они такую пакость мне делают. Выбрасывают меня. А он как узнал, он такой просто расположенный был. При всех станет, при профессорах. Меня обнимет, поцелует, поклонится. Говорит, я перед этим человеком преклоняюсь. Какие отношения были? И он говорит, да вы что? Ну-ка, найти эту бумагу. А, видимо, пришел и эту бумагу порвал. Секретарь говорит, и выбросил. Нигде ее больше найти не могли. А те поняли. Обо мне хорошая статья как раз. В Краевой газете была. Они умно так. И все прекратили, как ничего нет. Такую подлянку делают. И при том, никак я им дорогу не перешел. У меня своя программа. С ними вообще никак не связан. Но они глядеть не могут. Завистники и лицемеры. Не боятся Бога. Совершенно неверующие. Не боятся Бога. Раз неверующие не боятся Бога. Вот сейчас они на меня. Какие клеветы возводят. Лжеправославный. Лжепроповедник. Ну, успокойтесь. Лжепроповедник. Но я покажу веру из дел моих. А вы покажите без дел ваших. Я вас много почитал. Много послушал. Я ничего не вижу там. Что-то против Бога. Ереси. И там ничего у вас нет. Вообще ничего нет. Так что не знаю. К чему к вам там прицепиться. Вопросов нет. Да зачем цепляться за меня. Ты иди своей дорогой. Проповедуй. Не. Ну, тому, кому хочется. Они ничего не имеют. Понимаете. Они нападают. А ничего нет. И они начинают выдумывать. Выдумывают выдумывают. А я понимаю, что они обо мне говорят. Я обернусь. А о ком они говорят. Сплошная ложь. Вот сплошная. Ну, наверное, говорят они о сами. О себе. Так на исторический говорит. Хочешь сильнее уязвить человека. Обвиняй его в собственных недостатках. Ну, вот так, наверное, они так говорят. А я прочитал, думаю, я что ли. Я вообще никогда не спретил. Нет. Это я всем скинул, чтобы они были в курсе дела. А я потом уже вник, а вон что дело так. Но я его так, вовсе-то, вот этого товарища, как его не слушал. Я как-то стараюсь, по лицу увижу, и у меня уже так. Стоит ли мне его слушать? Ну, или не стоит. Я как-то уже вижу, какое лицо, допустим. Доброе, недоброе такое. А у него лицо-то недоброе. Да, потому что грех искажает черты лица. Ну да, лицо человека меняет Господь. Видите, дело какое. Грех зависти, он трудно признается. И когда продали Иосифа, братья, они отцу не сказали, что продали-то. А за что они не могли сказать. Там уже, когда он их запечатал в Египте-то, тут они начали метать. Это за то. А когда Стефан был побиваем камнями и говорил перед этим проповедь, он сказал, говорит, и отцы наши, патриархи, продали Иосифа из зависти. А они-то не знали, как будто бы... Дальше Пилат знал, что Христа предали зависть, а фарисеи не знали этого. Это такой грех, который... Ну, я никому не завидую. У меня вообще нет этого. Я понятия даже не имею. А что бы я завидовал? Это мне надо работать, а я бы мотал, что попало. Зачем мне нужно? И притом лезут, и лезут, и лезут со всех сторон. Ну, вы же понимаете, почему лезут. Вы же понимаете. Сегодня мне сообщают. Сегодня была передача, Гармония называется, в Москве. И там, говорит, воспользуюсь вашими трудами. Я узнал, ну, правда, мне Михаил Кальмаев рассказал, я, говорит, с ними. И берут, сроду не подумал. То в одной передаче, то в другой, там, в московской, и берут наши материалы. То отдельная выдержка, а то полностью ролики берут. Там мы, я, просто сказать об этом, насчитывал когда-то жития святых, 12 томов-то. Я их знаю. И поэтому у меня открытым оком книги, 7-й, 8-й том, это по житиям. То есть я во свете Библии рассматриваю жития, сколько там не евангельского, сколько всего. И мы, ну, я решил это насчитать тогда. И они эти ролики сейчас берут, там, где выступает Жанна Бищевская, патриотические. А, ну, знаю ее, да. Ну, 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 хорошие, все, патриоты. И здесь, я рассматриваю все во свете Библии. А во свете Библии ничего не устоит. Ложное. Сколько раз меня собирали судьи, там они, им покоя-то не дает. У меня нет образования, никакого вообще. Ясно. Ну, вы встаете им на любимую мозоль, вот, которой им это не очень приятно. Ну, что сделаешь? Ай, говорит. Такова жизнь, такова жизнь здесь. Ну, тут как хочешь. Или живи, как они, или живи, как Бог сказал, все, желающие жить как благочестиво, гони мы будем. Будут гони мы. И тут никуда не денешься. А если кто спокойно живет, на что живет неблагочестиво. Все вопрос скип. Ян Златоус говорит, ты говоришь, хочешь покоя, чтоб тебя не трогали. Заодно это слово тебе гиены мало. Вот и я, я согласен. Бог-то послал для чего? Чтобы нас испытать, перетереть, пережарить. Да. В огне провести огонь, в огне, в воде принести. Я согласен. Поэтому, бывает так, думаю, спокойно жить, думаешь, как-то тут что-то плоховато. Видно, что-то не так ты живешь. Если правословие тебя никто не трогает, думаешь, что-то ты не так живешь. Наши что-то не так живешь. И тут приходит, конечно, какая-то скорбь, потому что как-то спокойно живешь. Что тебя никто, как оно, не клюет, как бы сказать. Тут тоже опасность есть. Я с вами вполне согласен, конечно. Ну, такая жизнь у вас. Вы такую дорогу выбрали. Вот. И... Дорога трудная. Да, посмотрите, пожалуйста. Лука 6, 26. Я прочитаю, вы это запомните. Горе вам. Горе вам. Когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отца их. Они на меня говорят, а обо мне хорошо не говорят. Плохо. Поэтому ко мне это слово не относится. Я согласен. Апостолы гнали, Христа клеветали, пророков головным порубили все, ну и что? А у меня покоя никакого нет со всех сторон. Я Бога благодарю и радуюсь, что Бог меня признал своим. И вы его путем идете. Гоня, они одной говорят. А чтобы враги были настоящие, это надо что-то делать, кого-то затрагивать. Вы делаете очень большую работу. Почему? Потому что многие люди ищут ответы на некоторые вопросы. Бывают разные в жизни. Даже по писанию. А их, ну, нигде нету. И вот вы такими простыми ответами решаете те проблемы, которые у людей есть. Это очень большое. Очень большое дело. Очень большое дело. Потому что у меня были когда-то какие-то тоже... Вот у вас я читал, у меня было все понятно, ясно. А больше идти некуда. Больше идти некуда. Вот людям, которые только познают Бога, им идти некуда. Им никто нигде не скажет. Вот они потому и идут в секты. Почему? Не находят ответа там, где нужно было им ответить. Они ищут в поисках и попадают в эти сети, в секты. Да. Вот такие один... Это только один путь. Им больше негде искать. Негде искать. Их ловят, вот эти вот... Ловят в сети эти... Разные секты попадают. Потому что им так... Встречают с улыбкой, со всеми там все... Расскажут. Ну, они как будто, говорят, вот, наверное, тут церковь. Ну, и попадают туда. Да. Это вот причина первая. Почему я тоже, когда попал, потому что мне надо было тоже, ну, искать. Искать негде. Пришел туда, они мне говорят, вот так. Я говорю, ой, нормально, наш это церковь. Вот так вот попадают люди. Одни знания. Я так думал, что есть в миру скорая помощь. Да, когда вот кто-то приболел, вот сразу как ему на скорую помощь и в больницу, правильно? Да. Есть. И вот такая же скорая помощь должна быть при всякой церкви. Стать должен священник, чтобы был целый день. Если у кого-то проблема есть, как ее, как сам духовно, вот он же прийти в церковь и мог спокойно здесь с ним побеседовать. А тут такой нету скорой помощи. Да. В церкви нету. И вот вы, как есть скорая помощь, какой-то вопрос есть, почитаешь, все понятно. Вот вы скорая помощь. Спасайте души. Да. Так что вы большое дело делаете. Это, в общем, не каждый сможет. И не каждый сможет, да не каждому это и дано. Тут нужно большое желание, стремление, любовь к Богу. Ну и путь ваш тоже очень сказать самый нелегкий. А вот тут статья была в газете одна. Она какая-то, какой-то партии принадлежит, кажется, единороссам. Статья-то хорошее. Название. Сеющие со слезами пожинать будут с радостью. И спорить, говорит, с ясняющим. Все предельно просто и ясно. В этом весь Лапкин. За замечательную способность вносить простоту и ясность в самые сложные богословские вопросы, помноженную на удивительную убежденность и редкостный ораторский дар, называет Игнатия Лапкина Златоустом из Потеряевки. То есть самое сложное выразить простыми словами. Вот это сегодня просто как будто бы не знает или не видит. Я даже не знаю, как сказать, какая причина-то. Вот начинает запутывать, запутывать. А слово запутывать это не хорошее слово. Это никак. Не должно быть даже у нас. Вот. Тут написано так. Исайя 29, 21. Я еще прочитаю немного. И страждущие более и более будут радовать себя Господи, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хужник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Якова Господь, который искупил Авраама, тогда Яков не будет в стыде, и лицо его более не побледеет. Вот так ответ. Они умышленно запутывают. Ну а почему-то они сам отрудируют? Видишь, какая-то причина есть? Причина, конечно, есть. А вот я на один вопрос сразу задам. Знаете вы ответ или нет? Зачем сатана соблазняет людей, если сам погиб? Для чего он все время, день и ночь, миллиардом людей строит козни, искушения? Для чего? Понятно. Вот это синдром падшего демона у людей. Я погиб, и чтоб не такой же был. У нас тут, я когда сидел в тюрьме, и следователь мне говорит, вы не слышали вот такое где-то? Может быть, в мировой литературе встречаются, а я страшно много читал. Наверное, не килограммы, тонны литературы промолотил. Девчонка, она не участвует в классе с теми, что там с ребятами в одуванщики играют. Они собираются, становятся на коленке, задаряют подол, тушат свет, чтобы не знала, кто с кем совокуплялся. В круговую, значит. А она никак. Но они знают, она одна. Кто она среди них? Они ее ненавидят. Белая ворона? Да. И они захватили ее и в этот, в подвал, и держали, а парня насиловали. Так, ко мне стучится один. У вас что-нибудь есть еще? Нет, все. Все, с Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Я очень рад, что вас увидел. Отпущаюсь.